Момент, когда судья поднимает руку, вот он уже безвозвратен. Еще сразу скажу, что про бюджет сейчас такая тема. Атлеты могут разговаривать. Ничего себе! Атлет не может говорить с судьей, не может говорить с теми людьми, кто за столиком. Но, типа друг с другом, он не может разговаривать со стаффом, с персоналом. И тем более с рейфером. То есть, вообще никак разговор не ограничен? То есть, я прям могу с ним беседовать, что мне делать, куда, туда, сюда и так далее? А как же правило насчет крика, который может восприняться как сдача? Что об этом говори? На совмешине. То есть, ну, момент совмешины. Момент совмешины я не могу разговаривать. Хорошо, а, допустим, при броске. Вот человек делает бросок через себя, да, ну, какой-нибудь этот, да, и орет. Да, может, у него позвоночник в этот момент переломился, пока он перебрасывал. Мы об этом узнаем через секунду. Мы подождем. На самом деле, что касается криков, да, они являются сигналом оснащища только на болевых. Да. Вот. У меня, знаешь, был такой момент, еще давно мне сказали, что крикно-удушающими считается сдачей. То есть, предполагаю, что, типа, если ты делаешь человеку грус-чук, а он с тобой, вроде, разговаривает, скорее всего, ты ему не делаешь грус-чук. Да. Ну, как бы, в принципе, какая-то логика в этом есть, но, в принципе, базовое правило, что крикнется с обмишами, это сдача. А если кряхтеть? Нет, кряхтеть, пожалуйста. Нет, ну, слушайте, понимаете, да, одно дело, а, я не знаю, может, у него было першит. Может, это, в общем-то, не кряхтение. То есть, ты мягким звуком так уже относился? Ну, я, конечно, всегда к звукам отношусь так себе, только если это звуки, ну, такие, они мне очень нравятся. Но, в основном шуршающие, да? Нет. Ну, это очень нравится. Ну, вот, если на сабмишине, да, вы слышите, ну, фоскус, да, типа, а, у, а, ну, крик, у, да, понимаете? Ну, это, как бы, всегда сдача, да, если он там, что там, это не крик, он там может кряхтеть, как хочет, если он удушающим, там, это насрать, да, он либо уснёт, либо не уснёт, условно говоря, либо сдастся. Потому что, ну, если у него есть упадитель, то он, наверное, будет. Падитель, знаешь, как упадитель правило лучше остановить, не допустить травму, сказать, что, извини, чувак, ты был в опасности, чем дождаться, поход, оооо, слёзы, с собой дым. Я против, подожди. Да, да, да. Ну, то есть, суть в чём, что, вот у них чё запрещено, они говорят, что разговор с судьёй, да, и со скоткипером, условно говоря, это пеналти сразу, пеналти. Да. Второй разговор, правило тебя дает. Окей. Если спортсмены между собой или с секундантом разговаривают, используя матерные нецензурные выражения. Вот это, вот это вот отдельная тема, почему я не согласен, что спортсмены не могут разговаривать. Ну, то есть, в правилах, как нам сказали, что спортсмены имеют право разговаривать с другом, то есть, это не наказывается. Но, условно говоря, стоит судья-бразилец, который вообще ничего не понимает, да. Я с Диманом борюсь, я говорю, слушай, там, с мамой в кино ходил, наверное. Вот. Для того человека, ну, круто, что с мамой. Для судьи, да, ничего не произошло. Опять ли Титаник. Да. А, как бы, Диман от мамы может подорвать. Вот. То есть, как бы... Ну, как бы, если, условно говоря, вы слышите мат, да, оскорбление, это уже отдельный пункт. Это не касаемо разговоров, касаемо оскорблений. Уголовно-процессуальный кодекс. Типа того, да. То есть, на самом деле, оскорбление, да, неважно, вчера ли, спортсмена, зрителей, стаффа, это дисквал дисциплинарный. То есть, включая все жесты, слова и так далее. То есть, если вы, условно говоря, после матки так... Это дисклав. Нет. Это что касается... Покажи еще раз, пожалуйста. А если? А если? Спасибо. Просто вот была ситуация, да, если вы помните, вот Бернардо Пари боролся с Эвертом Сантосом, и когда начать мир в финале, когда момент был, когда Эверт что-то сказал у Бернардо, и Бернард начал у него потом вот так вот бросаться, прям как это, ну, как с цепи сорванного собака. Есть слухи, мне товарищ из Альянса сказал то, что Эверт сказал Бернардо, что ты, типа, уже слишком старый для этого. Ну, Бернардо же об этом сам писал. Вот. Ну, это уже было позже. Ну, я, честно говоря, ничего не могу сказать, да, как бы на этот счет, да, ну, это как бы их какие-то темы, да, я не знаю. Бернардо это оскорбительно. В целом, в общем, наверное, это не очень оскорбительно. Ты бы не обиделся. Я бы не обиделся, да. А если, типа, знаешь, там, типа, факел, то это, ну, это прямое оскорбление. Ну, как, тут без варианта. То есть, вы понимаете, да? Ну, в том случае, если судьё услуги. Да, да, естественно. Ну, это как бы здравый смысл, да? То есть, ты можешь... Стас, а если во время или после схватки как-то агрессивное поведение не направлено в сторону кого-то, а просто там по ковру, там, выпить какие-нибудь еще что-то? Слава России. Не, знаешь, тут надо смотреть. Смотри, во-первых, допустим, я уже поднял руку к человеку, да, он победил, он уходит, но, понимаешь, пока он не покинул мат, да, пока он находится во всей этой зоне, да, вот, ну, рабочей зоне, да, то есть, включая админочную зону, соревновательную и прочее. Если, ну, условно говоря, делать какие-то вещи, да, которые могут оскорбить других, то он может быть дискулифицированно-сциплинарным. То есть, условно говоря, по-каку дело, что если я вышел в размышленную зону и сказал там что-то, блин, типа, чувак вырос, б**, ты пытался мне пальцы выломать вот так. Это я ему сказал, там, саму товарищу, да, ну, это как бы окон, но просто, если я начинаю там какие-то выигрыки, да, вот там, типа, да, 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 да. Ну, типа его в финале не сквальнули, он остался, уходит, матерится, вот, вы все пидеры, ну, я пойду типа сейчас в абсолютку там всех разъяву. Стас, а технически это как? Ну смотри, скорбордер закрыл схватку, он определил победителя. Все, схватка ушла в архив. Ну, то есть результаты схватки ушли. Как он дальше дисквал отмечает? Как это вообще может технически происходить? Можно вообще выбыть из сетки. А места не должны подвинуться, на самом деле. Как я понимаю. Как я понимаю, что это будет первое место. Или не закрывать? Эк, окей, если это финал, а если это не финал? То есть не закрывать схватку, пока человек не покинет тотал? Нет, он технически ее выиграл. Все, у вас прейк кончился. Оборвалась вот эта вот сетка, часть сетки. Он у тебя идет там, не знаю, 10 там, не знаю. Ну, то есть он просто в следующую схватку не попадает? У тебя в архон финала, да, условно говоря. Тот технически проиграл, а это дисциплинарно дисквалился. То есть никто из этой... Никто сюда не уходит, вот здесь сразу в финал. У меня как бы более схема. Ну, она была логичная, на самом деле. Ну, просто, понимаешь, один проиграл технически, а другой просто не может выйти в финал. Правильно ли я понимаю, что ситуация, вот тут известное видео, там где девочки подрались на Леон-базе. Вот. А дисциплинарный дисквал, но девочке, которая технически проиграла, отдали медаль девочке, которая технически выиграла, но была дисквалифицирована. Правильно ли я понимаю, что это неверно? Ну, по-хорошему должно было быть как? Если, посмотри, в момент, когда судья поднимает руку, вот он уже безвозвратен. Вот в этом, это все. Это технический выигрыш? Да, да. Человек технически выиграл. То есть есть технический проигравший. Вот он уже не может идти вперед. А теперь, если победитель дисквалился, потому что он после вас сказал судья, что типа я твою маму в кино водил, то он тоже не может дальше выйти никуда. Потому что он дисциплинарно дисквалился. То есть, короче, если это был финал, у вас не должно быть, при идее, первое место. Угу. Окей. Но и будет второе при этом. Да, я понял. Идеи не должны они вас подвигать, это будет неправильно.